Время говорить Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Ну, сразу возникает вопрос. Как такая красивая, хрупкая девушка? Почему такая серьезная профессия? И вообще миф ли это, что женщина не может заниматься таким математическим, финансовым, сложным делом? На самом деле миф, конечно. До недавнего времени можно сказать, что женщин вообще и образование это получать не разрешали. Поэтому, конечно же, этот миф сформировался в течение нескольких столетий. Но сейчас женщины, в принципе, постепенно оккупируют все новые территории и финансы, по-моему, на самом деле очень подходят для женщины именно с точки зрения развития и присутствия аналитических способностей. Обратите внимание, сейчас такая тенденция общая наблюдается, что даже во главе центробанков становятся женщины. В России Эльвира Набиулина, в ФРС США возглавляет Джанет Йеллен. Так что мир финансов для женщин открыт, это точно. Действительно. И потом, как мне кажется, наверное, еще и интуиция женская помогает. Да, несомненно. Есть такой момент, да? Конечно. Аналитические способности, интуиция – это вещи очень хорошо совместимы. Алена, чем конкретно занимается Ваша Академия? Расскажите нам об этом, пожалуйста, подробно. Ну, прежде всего, Международная Академия Инвестиций и Трейдинга – это образовательное учреждение, которое дает основы и понимание финансов в целом, и дает понимание финансовой грамотности, каким образом управлять своими средствами. Но, помимо всего прочего, наша Академия – это мощный аналитический портал, где Вы можете найти и обзоры, и готовые решения для инвестиций, и пошаговые инструкции, как работать с тем или иным инструментом. На самом деле, предложений у нас очень много. А вот Вы можете нам пошагово рассказать, что такое готовые решения? Конечно, могу. В общем-то, когда человек приходит в мир финансов, у него, конечно же, возникает масса вопросов, потому что в первую очередь надо определиться. Конечно, у каждого есть свои возможности, есть свои желания и приоритеты. Кто-то любит самостоятельно все делать, кто-то любит торговать, причем на постоянной основе и работать в этом направлении, как на постоянной работе. Кто-то хочет вложить деньги и просто получать от этого какую-то свою прибыль, может, раз в месяц, а может, через год. Мы помогаем определиться, и для каждого человека у нас есть готовые решения. Если человек предпочитает какие-то долгосрочные вложения, у нас есть готовые продукты в виде инвестиционных идей или готовых портфелей, куда входит несколько инструментов. Фактически мы даем сигнал, мы рассказываем, в какой точке необходимо войти, в какой инструмент. И человеку не обязательно следить за рынком, не надо проводить каждую секунду за монитором компьютера. То есть он полагается полностью на нас, и мы даем определенную доходность. Если же человек, по сути, своей трейдер, то, конечно же, есть масса предложений для него, именно для начала, с чего начать, какими инструментами пользоваться, ну а далее уже просто направлять его в нужные тенденции. То есть я правильно понимаю, не обязательно быть изначально человеком с математическим складом, у масса аналитическим складом. То есть может, в принципе, любой молодой, и не только, наверное, молодой человек, будь то девушка, мужчина, женщина, прийти и научиться. Конечно. Каждый человек может. Главное желание. На самом деле нет здесь ничего сложного. Наш обучающий курс рассчитан на новичков, у которых нет никаких базовых знаний, у которого не было никаких математических склонностей с самого начала. Естественно, впоследствии человек сам выбирает, каким образом ему работать. Потому что люди с математическим складом ума, они, конечно же, по-другому подходят к работе. Они постепенно предпочитают разрабатывать собственные стратегии. Кто-то занимается роботами, кто-то пишет даже свои программы. Но если ты изначально гуманитарий, то... Как я, например. Да. Мне кажется, я очень далека. Ну, чаще всего женщины больше склонны к гуманитарным таким наукам. Это, в принципе, никаким образом не помешает. Это в инвестициях. Потому что не обязательно все считать. Здесь можно использовать тот же самый интуиции и анализ. Образное мышление. Образное мышление. Просто правильно аккумулировать знания и правильно анализировать знания. Все это, конечно же, поможет в торговле. Вот мы как раз разрушили очередной миф, что не нужно быть специалистом, чтобы начать грамотно финансировать себя самого. В общем-то, и приумножать эти финансы. А давайте также поговорим еще, может быть, об одном мифе, что очень много времени требуется на то, чтобы научиться, собственно, это делать. Ведь это не так? Нет, это не так. Так, на самом деле, если, опять же, предпочтение есть просто для инвестирования своих средств. То есть человек определился, что вот самое время сейчас получить дополнительный заработок. Можно пройти базовый курс определенный, понять вообще, с чем ты будешь работать, а далее уже обратиться к нам, и мы уже предложим какие-то готовые решения, о которых я ранее говорила. И здесь уже не будет требоваться никаких дополнительных усилий. В общем-то, ничего сложного. Давайте немножечко уйдем в такие более глобальные вопросы, затронем эти темы. Когда, наверное, многие сейчас задались, я думаю, телезрители этим вопросом, лучшее время для торговли? Когда оно является? Ну, торговать можно всегда. Но, конечно же, самое лучшее время для торговли – это кризис, какие-то панические настроения на рынке. Все то, что рождает резкие всплески и колебания финансовых инструментов. Вот эта вот волатильность – это на руку любому трейдеру. Потому что, когда активы сидят в каких-то узких диапазонах, ну, достаточно сложно заработать какой-то, ну, более или менее приличный доход. А когда идет какое-то резкое движение, еще к тому же, если оно идет по тренду, когда это можно хорошо прогнозировать, прибыли могут быть достаточно высокими. Ну, кроме того, я бы по поводу времени торговать хотела бы отметить еще и нашу российскую ментальность. У нас вообще в характере российском сформировалось, по крайней мере, за последние несколько лет, бояться декабря. У нас вот в декабре всегда наступает паника. И люди прям жаждут, хотят инвестировать, но не знают во что, поэтому покупают холодильники, бытовую технику и какие-то другие бытовые предприятия. А это совершенно не то, насколько я понимаю. Совершенно, да. Чаще всего как раз люди на этом проигрывают. Поэтому это все еще из глубин наших 90-х, когда это работало. Сейчас, конечно же, это не будет работать. Предостерегаю всех, не стоит этого делать. Имеет смысл инвестировать в финансовые инструменты. Имеет смысл общаться с профессионалами. Имеет смысл советоваться, изучать. Все это даст залог стабильному, умеренному или значительному дополнительному заработку. То есть до декабря еще есть время научиться? Есть, однозначно. Как раз сейчас самое время. Потому что в октябре у нас впервые в истории Международной академии инвестиций и трейдинга мы предлагаем обучающий стартовый курс бесплатно. То есть в течение октября все желающие, которые хотят получить какие-то азы, основы и понимание всего происходящего на финансовых рынках, они могут сделать это у нас, причем на бесплатной основе. Я боюсь, что сейчас очереди выстроятся. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о финансовой грамотности. Алена, я не могу не воспользоваться случаем и не спросить у вас, что ждет впереди в ближайшем будущем нашу страну на финансовом рынке. Ну, вопрос такой достаточно популярный, всех волнует на самом деле. А проблема России в том, что она малопредсказуемая. Именно поэтому она сейчас не так активно привлекает инвестиции, как в прошлом. У нас есть и политические, и экономические риски, и слишком напряженные отношения на мировой арене. Но, тем не менее, могу констатировать тот факт, что дно достигнуто. Конечно же, и в прошлом году об этом говорили. Потом было обвальное падение нефти, и дно опять приходилось нащупывать по новой. Но последние данные за третий квартал, то, что у нас было летом, показывают стабилизацию на определенном уровне. И даже какие-то признаки восстановления. Это индексы деловой активности всегда очень хорошо это демонстрируют. Когда промышленность и сфера услуг показывают желание расти. Кроме того, буквально на днях Международный валютный фонд пересмотрел прогнозы по темпам роста России. Причем в лучшую сторону, что давненько не бывало уже. На текущий год, конечно же, пока еще отмечается спад темпов роста. Пока у нас ВВП отрицательный. Но уже в следующем году предполагается, что мы выйдем в рост. Причем МВФ ждет, что это будет полуторапроцентный рост. Кроме того, по инфляции у нас показатели постепенно движутся к целевым уровням. Напомню, что Центробанк на текущий год поставил себе цель 4%. Конечно же, вряд ли к концу года мы достигнем этого показателя. Но надо учитывать, что предыдущие годы инфляция выросла такими быстрыми темпами, что сейчас уже от этой базы расти некуда. Поэтому, да, скорее всего, к концу года это будет порядка 4,5-5% базовые показатели инфляции. Что, в принципе, тоже неплохо. По крайней мере, для населения, которое действительно очень сильно ощущает на себе все вот эти негативные последствия инфляции. Поэтому паниковать не стоит, как я уже говорила в декабре. В ближайший квартал мы будем наблюдать стабилизацию на достаточно низких уровнях, но следующий год будет более позитивный. Ну а если говорить в общем, не только о России, а вот в общем, что нас ждет в ближайшем квартале с точки зрения финансовых рынков, могу сказать, что будет жарко, потому что у нас ожидается немало уже таких запланированных, не то что непредсказуемых каких-то моментов, которые мы даже не знаем, могут осуществиться или реализоваться или нет. Есть объективно заседание ОПЕК, которое будет принимать решение по объемам добычи нефти. И очень активный рынок ожидает, что все-таки объемы добычи будут ограничены. И это очень хорошо для нашего рубля, потому что как только ограничены объемы добычи, соответственно, предложения на рынке будут меньше при умеренном росте спроса, соответственно, будет расти нефть, а там, где растет нефть, рублю хорошо. Хорошо. Что же касается еще дополнительных таких факторов риска, не стоит скидывать со счетов выборы в США. Пока что непредсказуемая тема, потому что... Все следят за этим, да? Да, 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 все следят, потому что и Клинтон, и Трамп, они идут ноздря в ноздрю, пока неизвестно, кто из них сможет одержать победу. А от того, кто из них одержит победу, зависит очень многое, потому что программы у них разные, курсы политики разные, соответственно, делать ставки нужно на разные инструменты. Ну вот, если не вдаваясь в подробности, могу так сказать, более подробно, если касаться, на какие инструменты имеет смысл делать ставки, это, конечно же, нужно отдельно разговаривать, всех заинтересовавшихся приглашаем к нам, да, потому что на самом деле много чего можно рассказать на эту тему. То есть самое страшное позади, если так подытожить ваши интересы? Для России, да. Можно уже не паниковать. Не паниковать, но инвестировать. Ведь трейдеры, финансисты, это своего рода предсказатели финансового рынка, я правильно понимаю? Ну, можно так сказать. Это явное преимущество. А какие еще преимущества дает такое образование, такие знания? Ну, если брать именно трейдинг как работу, как постоянную занятость, ну, преимущества неоспоримы. А у вас и гибкий график, и отсутствие начальства. Вы сами можете планировать свой собственный день, вы сами можете ставить себе цели, сами можете себя организовывать, причем без ущерба каким-то своим социальным интересам, ну, или семейным каким-то моментам. Ну, кроме того, трейдинг развивает, конечно. Это очень неплохое, такое основа для постоянного развития. Вы постоянно узнаете что-то новое, постоянно работаете над этим. То есть преимуществ масса. С чего лучше всего начинать? Мне кажется, такой тоже волнующий вопрос, потому что информации очень много, вся информация нужная, интересная, и, как говорится, глаза разбегаются. А как, с чего, где? Ну, начинать, конечно же, нужно не с бухты барахта. Начинать нужно с обучения. Нужно обязательно не слушать, не смотреть передачи, не читать разные книги, которые чаще всего дают такую достаточно разрозненную информацию, тем более, что большая часть литературы, которая встречается, она носит переводной характер, и частенько вот даже устаревший. Лучше, конечно, обращаться к профессионалам, лучше начать с каких-то азов, чтобы у вас четко, первоначально сложилась какая-то структура, база, на которую вы уже затем кирпичиком, по кирпичику будете уже набирать свои собственные знания. Но в этом смысле, как раз курсы, которые предлагает Международная Академия Инвестиций и Трейдинга, это то, что надо для базы. Именно для начала. Так что в октябре воспользуйтесь акцией, это на самом деле беспрецедентное предложение. Я так понимаю, вы постоянно являетесь аналитиком подобных моментов, да, в мировой политике, в российской политике. Так ли это? Да, конечно, такие ситуации надо отслеживать на постоянной основе. Все политические риски, геополитика, макроэкономические индикаторы, все это может оказывать влияние на финансовые рынки, это оказывает. Мы наблюдали панику в Китае, когда обвалились фондовые рынки на исторически рекордные показатели в прошлом году. Это все взаимосвязано. Наша экономика сейчас глобализирована. И то, что происходит в Китае, оно однозначно каким-то образом отразится и у нас. Если фондовый рынок падает в какой-то стране, то это затрагивает фондовые рынки всех стран. Но в плане того, как часто мы это анализируем, мы анализируем это на постоянной основе. Потому что можно упустить какое-то единичное событие, оно вызовет потом цепочку факторов, как, допустим, в прошлом мы видели, что произошло, когда обанкротился крупнейший банк США, Лейман Бразерс. Никто не предполагал, что будут такие последствия. Но обвалился банковский сектор по всему миру. Потому что слишком много мелких банков были взаимосвязаны. То же самое сейчас происходит с Дойчей банком. Наверное, слышали, что проблемы с штрафом, которые может наложить Министерство юстиции США, могут фактически обанкротить крупнейший банк Европы. Даже для России это им будет иметь значение. Потому что Дойчий банк выступает посредником в большом числе транзакций. Конечно же, такие моменты стоит учитывать. Мы даже на основе таких факторов строим свои ежеквартальные прогнозы. Каждый квартал мы оцениваем ряд факторов, которые могут оказывать влияние на ближайшие три месяца на финансовые рынки. Как раз сейчас наступил четвертый квартал. И мы подготовили целый список инструментов, которые могут быть наиболее прибыльными в условиях и заседания ОПЕК, и выборах в США, и геополитической напряженности, и политики центробанков. Потому что мы следим сейчас за тем, что делает Банк России, но надо наблюдать и за тем, что делает Центральный банк США. Он тоже оказывает свое влияние своими действиями на монетарную политику нашей страны. Поэтому все эти факторы в совокупности будут оказывать свое влияние. И все эти факторы надо учитывать. То есть, я правильно понимаю, специалисты постоянно в курсе всех ситуаций, которые происходят в экономической сфере? Конечно же, мы, по крайней мере, пытаемся постоянно быть в курсе всех событий. Мы используем различные аналитические источники. Мы постоянно читаем новостные ленты о том, что происходит. Мы используем аналитику Bloomberg, потому что она действительно очень хорошо представляет информацию. То есть, конечно же, такие данные недоступны каждому смертному и, может быть, и непонятны. Но в целом, конечно же, предсказать все риски невозможно. Это ни один компьютер даже не сможет сделать. Но главное определить тенденцию. Если вы правильно определитесь с трендом, для финансового рынка это очень важно. Правильный выбор тренда это практически 80% сделанного дела. Дальше уже просто придерживаться правильной стратегии торговли. И все. Тогда успех вам обеспечен. Я сейчас общаюсь с вами. И мне, человеку далекому от этой сферы, в принципе, все интересно достаточно действительно. И все понятно. Ну, понятно, что в определенной степени мы не углубляемся слишком далеко. Но, тем не менее, это, правда, интересно и захватывает даже, я бы сказала. И вот мне бы хотелось пару слов буквально о специалистах вашей академии. Все ли настолько интересно и легко преподносят эту информацию? Ну, да. Мы стараемся, конечно же, доносить. В этом и есть сложность. Нужно довольно-таки сложные вещи доносить простым языком, чтобы просто не испугать человека и чтобы вызвать интерес. Вызвать интерес, да. Но за всеми этими простыми словами на самом деле стоит большой опыт. потому что я на финансовых рынках с 2005 года и на тот момент был просто такой информационный вакуум. Приходилось что-то читать там на иностранных языках, собирать все это, постепенно складывать, анализировать, оценивать. И все это вот в совокупности на протяжении 10 лет накапливается и продолжает накапливаться. Это не значит, что ты достигаешь какой-то конечной точке. Надо понимать всем, кто приходит на финансовый рынок, бывают падения, бывают скачки роста. Надо просто уметь этим управлять и использовать в своих интересах. Алена, спасибо вам огромное. Было очень интересно. Я уверена, что также заинтересовались наши телезрители. Многие захотят повысить свою финансовую грамотность, тем более у них на это есть замечательная возможность бесплатно прийти в Академию инвестиций и трейдинга и сделать это так называемый первый шаг. Спасибо вам огромное за разговор. Спасибо большое. Удачи вам в развитии. Спасибо, что пришли к нам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова